Здравствуйте, дорогие друзья, новости с каббалистом Михаилом Майтманом. Добрый день. Вот по поводу веры в Бога, ученые из университета Пенсильвании делают всякие исследования, что вера в Бога не обязательно должна опираться на слепое принятие догмы. Она базируется в том числе на логические рассуждения. Вот что они хотят сказать. Какие логические рассуждения могут быть о том, что недоказуемо? А вот они говорят, именно этот факт позволяет объяснить стойкость религиозных убеждений в условиях дефицита прямых доказательств религиозных догматов. После того, как встречаешь каббалу, и она тебе объясняет, каким образом почувствовать Творца, раскрыть Творца, после этого ты начинаешь понимать, что все остальное – это абсолютная психология. То есть логически до Творца не добраться нашими инструментами этого мира? Никак. Не добраться? Никак. Потому что все инструменты нашего мира, они связаны с нашими органами чувств, ни в наших органах чувств, ни в разуме, ни в сердце, то есть ни в желании, ни в разуме, мы не можем никак раскрыть Творца. Никоим образом. Абсолютно скрыто над нас. И поэтому все вот эти догадки – это только заблуждение, как и вся религия, которая создана на догадках. То, что в ней оторвано от каббалы, то в ней абсолютно та же пустая, ничем не обоснованная вера. Психология, то есть. Психология, да. В каббале есть очень простой принцип. Нет у судьи более того, что видят его глаза. Только надо протереть очки. И реально-реально смотреть на мир, чтобы у тебя не было двойного зрения какого-то там. Вот тогда ты можешь быть судьей. Самому себе, в первую очередь. Зная, что ты правильно смотришь, видишь, судишь и выносишь правильные решения. А если это... Вот так мне кажется, психологи сказали, доктора рассказали, и все... Это в рамках нашего мира. Если в рамках нашего мира можно верить полностью всему тому, что говорят ученые, которые раскрыли это все. Не философы, не психологи, а именно жестко реальное знание. Но то, что касается скрытой от нас части природы, человек в эту область войти сам не может. У него нет к этому тождественных ощущений. Ему надо сначала создать в себе эти возможности, эти сенсоры, и тогда он начнет ощущать Творца. И это делается только с помощью каббалы. Если он хочет человека этого достичь, пожалуйста, пускай приходит на наши занятия. Приходите, занимайтесь, и вы раскроете Творца. И вам не надо будет ни во что верить, и никому верить, самое главное.